Рядом с настоящим цифровым Эйнштейном мне приходится стоять. Он высказал интересную очень мысль, как мне кажется, о скорости передачи информации. Мне кажется, у Саши Кош, известного берлинского журналиста, есть что сказать как раз по этому поводу о скорости передачи информации, хотя он может выбрать и совершенно любой формат, который ему понравится. Пожалуйста. Я думаю, что действительно это архиважная тема, что касается скорости передачи информации в цифровом мире. Если цифровые процессы, что касается скорости этих процессов, то вполне в конечном итоге не могут обогнать нас и наше представление об этой скорости. Я думаю, что в ближайшие десятилетия мы посмотрим, насколько копирование. Мы будем копировать не только музыку, тексты. Я думаю, у нас будет на столе стоять трехдимерный принтер, и мы будем копировать вот эту бутылку. Посмотрите, беру, вот, а у человека, может, который где-то находится далеко, отсканирует эту бутылку, так сказать, и распечатать. Итак, давайте сначала поговорим о доступе. Если определить доступ как право человека, то я полагаю, что это одно из самых важных прав. Это не только доступ к новым каналам потребления, к новому капиталистическому миру, к каналу, который мы должны открыть, но определить доступ нужно описать так, каким образом функционирует интернет. Если определить доступ как право человека, то нужно и определить его одновременно, как возможности можно потреблять и дальше, можно использовать, но нужно эти данные каким-то образом обрабатывать, потому что изменения в цифровом мире ведут к тому, что сейчас уже не так, как это было раньше, идеи, новые процессы развиваются. Но прежде всего цифровая материя, возьмите музыку, например, для того, чтобы довести мою мысль до вашего сознания, дигитальный мир в музыке привели к тому, что вы видите, какие произведения создаются. Все по ту сторону какой бы то ни было легальности. И именно эти изменения принципиальные, они постепенно начинают охватывать не только музыкальное поприще, но и многое другое. Скажем, видеориды раньше исходили из того, прежде всего, что какое-то произведение есть произведение, и это запечатлено в камне или находится в какой-то форме, эту форму можно определить, описать. Прежде всего выкидывали полностью из сознания, что музыкальное произведение до цифрового мира уже представляло собой некую концентрацию идей, которые где-то кто-то украл. Раньше это называлось вдохновением. А что касается сэмпель, ну, это, наверное, то же самое вдохновение, но переведенное на язык цифрового мира. И сейчас это зовется воровством. Наверное, интересы художников, людей креативных должны быть каким-то образом совмещены с операторами сети. К одному общему знаменателю подведены. Чтобы увидеть, что действительно эта работа была великолепна, но, может быть, эта работа оказывается совершенно бесполезной, потому что далеко она не была продумана, и проблема будет опять. Я напомню Сашу Кёш. Дальше у нас Антон Меркуров, наш российский интернет-эксперт. Добрый вечер, буду кратно. Смотрите, тезисно про доступ в интернет. Я думаю, что я выражу общее мнение, что доступ в интернет должны иметь все. Он должен быть халявный, высокоскоростной, и у всех должны быть там вот... Все должно быть вообще бесплатно, хорошо, очень быстро. Да, подожди. Вот все хорошо, но за чей счет? Кто платит за этот банкет? Это провайдеры платят. В любом случае. Ладно. Тезис следующий, собственно, возвращаясь к авторскому праву. Смотрите, мы живем сейчас, оказались в такой засаде, что цифровой контент не имеет никаких товарных качеств, и поэтому любые бизнес-модели, которые есть сейчас, лежат в этической, а не в бизнес-плоскости. Что это значит? Это значит, что когда говорят, что плохо что-то скачивать незаконно, именно это плохо, это не лежит там удобно-неудобно. Никто об этом не говорит. Все призывают, что там воровать нехорошо, там еще что-то нехорошо. Ни одной внятной бизнес-модели, которая позволила бы зарабатывать на цифровом контенте, сейчас не существует. И даже iTunes, к сожалению, не исключение, потому что все существующие модели, они паразитируют, можно сказать, или используют старые какие-то правила, типа лицензий и прочих каких-то вещей. И, соответственно, они далеко не совершенные. И наша задача как-то думать над тем, что будет дальше, потому что жить-то как-то надо, и действительно надо на что-то кушать, наверное, автором. В этой стране нефтяных денег было 10 лет, хоть не скажу чем, кушай. И это никак не стимулировало людей творить и что-то создавать. Может быть, даже наоборот. Художник должен быть голодный, и пусть обойдутся, в общем-то, без денег, и тем более авторских отчислений за последние, там, за 50 лет после смерти и так далее. Спасибо. Ну, на самом деле, мысль Антона, как бы над ней не иронизировать, при всей ее анархичности, не будем, наверное, не будем навешивать ярлыков, при всей анархичности, значит, она, тем не менее, имеет поддержку в обществе, во всяком случае, в нашем, я не знаю, как в немецком. Может быть, нам в этом поможет разобраться Маркус, Маркус Беккедаль, тем более, что он сегодня с рекламой, тоже вообще немецкие участники молодцы в этом плане маркетинга, не то, что россияне. Я думаю, что Маркус, может быть, продолжит мысль Антона о том, как художники сами регулируют доступ к своим произведениям. Мне бы хотелось, прежде всего, рассказать несколько слов в отношении прав на доступ, похоже, это несколько сложно в России, но мы можем осмотреться и в других странах. В Финляндии, например, в этом году ввела право первой на доступ в интернет. То есть каждый финский гражданин имеет право на широкополосный интернет скоростью минимум 1 мегабит. Я не знаю, как это урегулировано, но похоже, что правительство считает, что даже в самых дальних областях должен быть интернет, и они это гарантируют. Насколько я понимаю, это только декларация пока до сих пор, потому что... Закон. Да, ну, декларация на уровне закона, потому что технически это, насколько я понимаю, не реализовано. Вот. Пока мы не имеем стран, где бесплатный доступ реализован для всех. Может быть, кто-то меня поправит, если я не прошу. Александр добавил, что Конституция, что закон декларирует, что у каждого должна быть возможность доступа. Да, не обязательно бесплатно. Извините, Маркус, пожалуйста. Да, хорошо, мне бы хотелось просто эту мысль несколько раз видеть. Как это может быть выглядеть? В Германии у нас довольно абсурдная ситуация. То есть люди, которые получают помощь от государства, социальный доступ от государства, они могут, имеют право получить также и телевизор от государства. То есть он может получить либо деньги на телевизор, либо ему отправляют телевизор на дом просто, как вещи. Но он не получает компьютера. То, о чем говорил Саша, речь идет о том, что мы поддерживаем, опять же, потребительское общество. То есть потреблять можно и через телевизор, для того, чтобы ответить, нужен компьютер. Что касается финского примера, это можно создать в качестве муниципальных органов. Вот тот пример, который вы привели. Можно через Вилан, через Wi-Fi предлагать такие сети. И через рынок можно предлагать более быструю скорость, но такая базовая скорость доступа в интернет, да, она должна предлагаться коммунальными органами. Точно так же, как предлагаются велосипедные дорожки, тротуары и дороги для машин. И у нас сейчас развивается область авторского права. В Германии сейчас авторское право не понимает практически никто, кроме юристов. В принципе, скаталкивается с этим каждый нормальный пользователь, а понимают его только юристы. То есть обычный пользователь создает что-то в сети и постоянно попадает в какие-то ловушки, связанные с авторским правом. То есть вы получаете письма от адвокатов, и нужно платить кучу денег просто для того, что ты проявил какие-то свои творческие способности, обменялся ими со своими друзьями. Вы говорили уже о моей футболке, Creative Commons. Это попытка решить проблему, то, что нам необходимо. Базовые права обрабатывать какие-то произведения, распространять какие-то произведения. И Creative Commons означает открытую лицензию. Вопрос возникает следующий. Тот, кто открывает доступ к своим произведениям, не может зарабатывать таким образом деньги, но Creative Commons дает возможность художникам открывать новые возможности. Американская Industrial Band, например, свой последний альбом, первые 9 песен своего нового альбома, она предложила в интернете, и остальные 27 произведений можно было скачать за 5 долларов на их веб-странице, но можно было продолжать это легально копировать своим друзьям. То есть на основе открытой лицензии это делалось. За 10 долларов предлагалось CD, за 30-40 долларов предлагалось DVD. В 2009 году им удалось выйти на первое место. Они продали самое большее количество альбомов, при том, что их можно было легально копировать. То есть через Creative Commons, по этому принципу, можно зарабатывать деньги, и предоставляя права на ремикс, на распространение, просто нужно новые какие-то способы испробовать. У Фолькера есть что добавить, пожалуйста. Вернемся к вопросу, как выглядит ситуация с законодательным обеспечением права на доступ в интернет. Это правда. Мы действительно находимся только в начале этого пути. И как это практически реализовать, это действительно вопрос. Здесь нужно выставить инфраструктуру для этого. Мне бы хотелось также обратиться к проекту закона в Бразилии, который, я думаю, для дискуссий в России также может быть интересен. Здесь Марко Цивиль называется Общий каталог прав на интернет. И в 6-й статье написано, что каждый гражданин имеет право на доступ в интернет для обеспечения свободы мнений, для обеспечения свободы мыслей, свободы выражения, идей и свободы доступа к информации. И в этой связи есть параллельная тенденция, связанная с телекоммуникацией. Министерством телекоммуникации это национальный план широкополосного интернета до 2014 года должны по всей стране, по всей Бразилии, там, где на рынке доступ в интернет не предлагается. То есть рынок туда просто не приходит, на острова, на сельские территории, рыночные, коммерческие компании не приходят. А при этом государство в государственных интересах, в общественных интересах заинтересовано в том, чтобы подключить людей к интернету. Именно это сейчас происходит в Бразилии. Я думаю, что это интересно было и для дискуссий в России. в России. Спасибо. 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 Продолжение следует...